Вы когда-нибудь задумывались о самом продолжительном дожде? Даже час дождя может стать большим делом, если вы находитесь в таком засушливом месте, как пустыня Атакама в Южной Америке. Он может даже стать рекордом, но в таких супердождливых местах, как тропические леса Амазонки и 40 дней дождливой погоды не привлекут к себе внимания. Интересно, что учет осадков ведется только там, где живут люди и следят за ними. Во многих городах и поселках сбор данных о дождях не ведется. Кроме того, на Земле очень много мест, где никто не живет, например, в тропических лесах или открытом океане. Таким образом, наши знания об осадках немного разрознены. Если говорить о рекордах, то на Гавайях их несколько. Там бывают очень долгие дождливые дни, особенно на островах, где ветры дуют с гор. В период с 1939 по 1940 зафиксировали 331 день подряд с заметными осадками. Если вы любите наблюдать за дождем дома с чашкой чая, это может показаться вам идеальным вариантом. Но нам необходимо хотя бы иногда видеть солнце. Побыть на солнце полезно для души и тела. Так вы получаете витамин D. Всего 5-15 минут солнечного света несколько раз в неделю могут кардинально изменить ситуацию. Исследователи обнаружили, что люди чувствуют себя подавленными, когда вокруг мало солнца. Солнечные дни делают нас счастливее. Солнечный свет повышает уровень серотонина, который борется с плохим настроением. Серотонин нужен не только для настроения. Он также помогает заснуть. А еще это помощник для сердца. Когда солнце попадает на вашу кожу, организм выделяет оксид азота, который снижает кровяное давление. Здоровое кровяное давление означает здоровое сердце. А теперь расскажите об этом людям, которым пришлось пережить 881 дождливый день подряд. Да, был установлен рекорд почти 3 полных года дождя. Это происходило с 1913 по 1916 год в Ханомо-Маке, Гавайи. Дождь шел так, будто завтра не наступит, потому что в этом районе находятся тропические леса. Как облака создают дождь? Дождь возникает, когда влажный воздух поднимается в небо и немного охлаждается. Пока он остывает, крошечные молекулы водяного пара собираются вместе, образуя сверхмаленькие капельки, которые выглядят как пушистая команда облаков. Теперь внутри этих облаков начинается веселье. Движение воздуха иногда может заставить эти капли столкнуться друг с другом и увеличиться в размерах. Затем они могут превратиться в ледяные кристаллы в верхних слоях облаков, где холодно. Эти маленькие ледяные приятели становятся настолько тяжелыми, что начинают падать вниз, превращаясь в дождь по пути к земле. Существует не один тип дождя. Капли могут падать из самых разных бурь. Грозы появляются, создают шумиху, а затем уходят. Они могут выпустить тонну дождя в мгновение ока. Другие бури, например, зимние, более спокойные. Они задерживаются на несколько дней и идут мелким дождем или даже снегом, если достаточно холодно. Обычно погода переключается с одного настроения на другое. Это способ природу уравновесить ситуацию. После штормовой погоды выходит солнце, воздух высыхает, и мы можем наслаждаться ясным небом. Но все может стать интереснее, если вы находитесь в месте, где горы расположены рядом с океаном. Когда влажный морской воздух попадает в горы, он вынужден подниматься над ними, вызывая дожди, которые иногда длятся неделями. Что если я скажу вам, что было время на Земле, когда дождь шел непрерывно в течение двух миллионов лет и полностью изменил судьбу планеты? В конце Пермской эры, около 234 миллионов лет назад, меня тогда не было, но я читал об этом. Начался триасовый период, ознаменовавшийся наступлением продолжительного периода дождей. Сейчас это явление называют Корнийским плювиальным эпизодом. Да, так его решили назвать. Последние исследования, подкрепленные фактами, говорят о том, что оно не изменило облик планеты и было вызвано сжиганием угля. Дождь тоже не был непрерывным. Итак, мы только что опровергли миф. Ура! Затем идет столбчатая отдельность. Это умное название для узоров, которые образуются в потоках лавы, силах, дайках и других каменистых веществах. Эти лавовые творения бывают разных форм и размеров. Большинство из них выглядят как прямые параллельные колонны. Некоторые имеют изгибы и различную ширину. Их высота может достигать 3000 сантиметров. Я избавлю вас от подсчетов. Это 30 метров. Колонны образуются под действием давления и процесса охлаждения. Когда лава становится холоднее, она сжимается и образует трещины. Как только появляется трещина, лава перемещается по ней. Эти трещины расширяются и выходят на поверхность потока. Вода проникает в остывающую лаву, заставляя ее остывать еще быстрее. Начиная с поверхности, оставляя свой след в этих узорах. Если вы хотите увидеть столбчатые соединения, обязательно посетите дьявольские столбы в Калифорнии. Но они встречаются по всему миру. Давайте посмотрим в небо, чтобы увидеть кое-что магическое. Огненные радуги, также известные как окологоризонтальные дуги, выглядят как языки пламени, танцующие над облаками. Для того, чтобы их увидеть, вам понадобятся особые цирусовые облака и солнце выше 58 градусов над горизонтом. Это особое сотрудничество между солнечным светом и облаками. Давайте разберемся подробнее. Возьмем, к примеру, Лондон. Это примерно 51 градус северной широты. Так вот, извините, лондонцы, никаких вам огненных радуг. Теперь мы перенесемся в глубокие воды, чтобы увидеть подводные круги на полях. Это гигантские круговые узоры, обнаруженные в 1995 году у берегов Южной Японии. Местные жители были озадачены. Они окрестили их загадочными кругами, как будто океан обладал тайным талантом к песочному искусству. Загадка была раскрыта в 2011 году. Художник оказался крошечной рыбой длиной всего 13 сантиметров. Исследователи выяснили, что самцы таким образом привлекали самку, проводя за работой от 7 до 9 дней, плавая туда-сюда и используя плавники, чтобы вырезать в песчаном дне огромные долины. Они украшают дно кусочками ракушек и кораллов, превращая песчаные полотна в шедевры. Хотя они делают это не ради искусства. У кругов есть определенная цель. Его песчаный центр служит гнездом. Последовательные движения самцов перемешивают все вокруг, располагая песчинки именно там, где они должны быть. Когда самка проплывает мимо, самец кружится и танцует, поднимая вихри песка. Если она впечатлена и думает, что он тот самый, она откладывает свои яйца в песчаном сердце круга. Вот и все. Еще один счастливый конец. Теперь давайте посмотрим на морозные цветы. Возможно, вы видели тонкие слои льда, которые выглядят как нежные лепестки и иногда появляются на стеблях растений. Лед примерно такой же толщины, как кредитная карта. Он образуется, когда на улице холодно. Почва влажная, но не замерзшая, как и стебли растений. Но не все растения образуют такие морозные цветы. Для этого должны быть соблюдены определенные условия. Вот как это происходит. Вода, находящаяся в стебле растения, поднимается из земли. Когда она замерзает, то расширяется и раскалывает стебель по вертикали. Попадая в прохладный воздух, она превращается в лед. Когда через трещину втягивается все больше воды, она продолжает выталкивать тонкие слои льда. Внешний вид морозного цветка, будь то совсем узкая лента или более широкая, зависит от длины трещины. То, как лента скрутится, образуя лепестки, – случайность. Но причина может заключаться в разнице трения по сторонам трещины. Эти морозные цветы уникальны и нежны, и они недолговечны. Они тают или просто быстро исчезают. Чтобы заметить их, следите за высокой травой, особенно в местах, которые редко косят. Обратите внимание на вернонию, ежевику и стебли крылатки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова